Всем привет, дорогие друзья! Были в Светофоре. Что вы видите на столе? Это вода. Полтора литровая бутылка, газированная, лагуна, минеральная, природная питьевая вода. Стоит эта питьевая вода, в жаркую погоду очень хорошо у нас уходит, стоит эта вода 16 рублей 80 копеек за бутылку. Котик, тихо, чего ты плачешь? Не кричи. Миленькая Бетти, 26,80. Взяли 45 баночек для кошек. Наши едят с удовольствием, прям просят даже утром, подходят, трутся. В ногах сидят до тех пор, пока не выдам именно миленькую Бетти. Представляете, в магазине Светофор на Сокурском тракте встретили подписчиков. Мы с Сашей идем такие, ой, привет, семья Теклиных. Ну, типа того. И вот нам подсказали, что в Светофоре появилась очень интересная новинка, которая в три раза дешевле, чем во всех других гипермаркетах. А именно, посмотрите, какая прелесть. В Светофоре появились хлебцы хрустящие, злаковый микс Доктор Тернер. 28 рублей всего-навсего. В других магазинах 65, 70, 80 даже рублей за вот такой набор хлебцов. Здесь 90 граммов всего-навсего. Но дешевле, чем вот 60 рублей, я их нигде не видела раньше. А это всего 28 рублей. Хочу сказать, в принципе, в магазине Светофор сейчас шикарный завоз. Все до потолка, много всякой всячины, много интересных новинок в том числе. Хочу оставить отзыв о геле для стирки с кондиционером. На самом деле, содержит кондиционер. Белье имеет такой приятный аромат после стирки. В общем-то, неплохой гель. Неплохой гель. Можно покупать, на мой взгляд. Также замечательная покупка, которую периодически беру. Это вот такой вот чистящий крем универсальный. 36 рублей всего-навсего за 500 миллилитров. Такой вот он довольно-таки термоядерный. И хорошо очищает. Нравится. Светофор в этом плане балует. 49 рублей моя любимая каша с абрикосом и с черносливом. Смотрите, какая цена осталась. 49 рублей вместо 38. Ну, куда деваться. Все равно это дешевле, чем в гипермаркетах. Она 75 рублей стоит. Зато новинка, зато новинка. Появились вот такие вот хлопья овсяные. Экстра тонкие. Время варки 0 минут. Не требует варки, короче говоря. Здесь 325 граммов. И стоят такие хлопья 34 рубля 60 копеек. Во всех гипермаркетах эти хлопья стоят 45-50 рублей. 36 рублей. Соответственно, очень хорошая цена. Также в светофоре беру чистящие средства для унитаза. Оно работает. На самом деле работает. Брала до этого голубые какие-то упаковочки. Этот раз зеленоватый, беловатый. Ну, посмотрим. Приятный аромат имеет. Гигиена, защита от налета. Ароматная пена, чистота. Вот такая вот прелесть. Стоит 84 рубля 30 копеек. Брев 129 за 2 штучки. А то и дороже. В фикс-прайсе 150 рублей за 2 штучки. А здесь целых 3 и за 80 там с чем-то. Ну, классные нежки, если честно, понравилось. 86 рублей гематоген. В загашнике кладу. Иногда вот все мои любят поесть. Что-то давно гречки не покупала. Вот гречневая крупа. Гречневая крупа у белка. Сколько стоит? 68 рублей 20 копеек. Здесь 8 пакетиков. В каждом пакетике по 80 граммов. То есть в общей сложности 640 граммов гречки. Еще одна интересная новинка в магазине Светофор. Это кошачий корм, собственно говоря. Чай из курицы. Раньше кошачий корм чами был в мягкой упаковке. И это влажный корм был. Сухого не было. Вот пакет 1,9 килограмм стоит 150 рублей. Вот такой вот интересный вариант. С курицей было еще, с говядиной, по-моему. Ну, с курицей взяли чисто попробовать. Будут есть кошки или не будут. Ну, собственно, вот так вот. Так что еще будем тестировать на наших кошках. В Светофоре мы отдали в общей сложности 2177 рублей. 544 рубля наша экономия по сравнению со среднерыночными ценами составила. Ну, само собой, основная сумма это 1313 рублей на корм кошачий ушло. Ушли средства. Так что, такие вот покупки. Продолжаем наш разговор про 10 тысяч рублей от государства на подготовку детей к школе. Заходили в детский мир. У нас школьная форма выражается в том, что дети носят вот такого цвета бордового жилеточки. Так вот, в детском мире стоят они 399 рублей. Так пошла вот частично школьная форма. Значит, к сумме 250 рублей прибавляем 399 рублей на жилеточку. Ну, и купили ему портфель. Купили ему вот такой вот чудесный портфель. Сейчас вот подробно покажу и скажу, сколько он стоит. Хочу сказать, что в детском мире очень большой выбор детских портфелей. Особенно для первоклассников, для начальной школы. Есть подороже, есть подешевле. Есть за 800, 900, 500 рублей какие-то редкие, совсем легенькие такие вот в виде сумок. 3,500, 4,500, 5,500. Мы выбрали что-то среднее. Наш портфель стоил 2499 рублей. Якобы 3,299 зачеркнутая там акция какая-то типа того. Ну, в общем, так вот. Что понравилось? Есть вот такая вот ручка. Широкие лямки. Имеют светоотражающие полоски. Лямки можно регулировать. Вот спина ортопедическая. Так вот и написано там прям. Так, что у нас еще? Ну, вот интересные такие вот аксессуары. Конечно же, тема машинок, как всегда, для ребенка мы выбрали. Там было что-то еще наподобие. Хотвилс тоже вот нарисовано. Ну, мы что-то среднее взяли. Хотвилс, оно уже сразу 4,5 тысячи стоит. Так, портфель довольно-таки вместительный. Вот, имеет огромное количество всяких разных отделений. Ну, даже вот можно подписать на всякий случай. Так, кто у нас в первый класс еще пойдет? Котики интересные. Там же тетрадок, конечно же, набрали. Так, смотрим. Резиночка. Одно отделение. Второе отделение. Еще одно отделение с замочком. Что-то такое положить отдельно, если нужно. Так. Вот здесь вот можно что-то разносить. Возможно, пенал. Так. Кармашки сбоку имеются. С липучкой. И вот прорезиненная тут такая штучка. Там для ключей или еще для чего-то. Такие карманы с обеих сторон портфеля. Он померил. Ему он подошел. Этот портфель. То есть, вот такой чудесный портфель. За две с половиной тысячи рублей. Итак. Две пятьсот. Две девятьсот. И двести пятьдесят. Три сто пятьдесят. Пока мы отдали. Почему говорю две пятьсот? Вот, потому что нам сделали скидку в пятьсот рублей еще к общей сумме. Потому что у ребенка завтра будет день рождения. За неделю до дня рождения. И после дня рождения еще неделю действует скидка в пятьсот рублей. То есть, подарили как будто бы пятьсот рублей именно на день рождения. И в итоге поэтому сэкономили еще пятьсот рублей. Так что, вот так. Ребенок остался довольный. Померил его. Бегал тут по всему дому. Выбегал на улицу. Всем хвастался. Какой у него вот такой замечательный новый портфель. Ему понравился. Ну, не знаю, как рады. На этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишите ваши комментарии. Будем рады пообщаться. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»